Наир, расскажи про игру сегодняшнюю, про то, как ты сегодня забил два мяча. На мой взгляд, получилась очень плодотворная, продуктивная игра в плане самоотдачи, в плане качества. Мы смогли на фоне усталости задать хороший темп, на это наложить комбинации, в целом получать удовольствие от футбола. Но я считаю, что на сборах очень важно, помимо результатов, еще выкладываться на максимум, на 100%. И каждому из нас сегодня это удалось. Что касается двух моих забитых мячей, спасибо моим партнерам. Собственно, я всегда их благодарю за это. Очень две классные передачи, мне осталось просто исполнить. Никак вообще на этом не акцентирую свое внимание. Для меня не важна победа или какие-то личные, индивидуальные действия. Важно, опять же, набраться кондиции. Сейчас только середина сбора, еще впереди 20 с лишним дней. Наша задача подойти к началу сезона в оптимальной форме. Сегодня на матче присутствовала твоя супруга. Придало ли тебе дополнительные мотивации? Это мой талисман удачи. И, конечно, это всегда для меня является поводом доставать из себя максимум. И когда я на трибунах, у меня вырастают крылья. Поэтому, да. Насколько тяжело настраиваться на контрольный матч, да еще и под нагрузками? Лично для меня абсолютно не тяжело. Тут очень важно, опять же, на фоне усталости не получить травму. Для этого надо быть максимально сконцентрированным и следить за каждым игровым эпизодом и действием. Поэтому очень важно сохранять бдительность и самоотдачу. Тогда ты не пострадаешь. Так что лично для меня вообще никаких трудностей в плане мотивации настроя на игру не было. Прошел уже первый сбор. Он был достаточно длинным, тяжелым. Как ощущения? Много осталось сил. Тяжело было? Сил уже нет вообще. Но это и хорошо. Как раз таки можешь вступить в эту самую дуэль самим собой. И я считаю, что это и есть зона роста, когда ты в конфликте, опять же, самим собой. И выходишь из него победителем. Так что для меня это абсолютно привычная среда обитания, как и для нашей всей команды. Мы знаем требования нашего главного тренера, нашего тренерского штаба. Мы им следуем и прогрессируем. Ты говорил, что в прошлом году при Галкционе у тебя были самые сложные сборы. Беру слова назад, эти еще сложнее. Сложнее даже, да? У нас все хорошо будет. Было три дня выходных, удалось перезагрузиться? Как набывается энергии? Да, я набрался энергии, лежа на кровати со своей супругой. И периодически мы вставали, чтобы дойти до бассейна, позагорать и вернуться обратно в номер. Настрой боевой сейчас перед вторыми сборами? А он всегда боевой, на самом деле, Ивань. Знаешь, век футболиста он короткий и хочется выжить максимум. Не могу не спросить, насколько на тебя повлияла шумиха, связанная с возможным переходом в землю? Знаешь, на меня она абсолютно никак не повлияла. Я думаю на людей, которые читают очень часто какие-то спортивные новости, спортивные издания, смотрят ютуберов, блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией. Могу сказать так, что есть небольшая злость на то, как это все раздули, не зная подробностей, нюансов. Но опять же, меня это не касается. Я выхожу на поле, делаю свою работу, и это для меня самое главное. Я рад, что большая часть вообще людей, наших болельщиков, она с адекватной точки зрения смотрит на эту ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в какие-то подробности. Важно, что я здесь, что я на футбольном поле, и слава богу, я здоров, могу тренироваться со своей командой, играть контрольный матч и готовиться к сезону. Субтитры создавал DimaTorzok